Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии Дарья Жилина. Здравствуйте! И вот о чем расскажем я и мои коллеги. Электросамокаты детям не игрушка. Почему споры о них не утихают и какова статистика ДТП? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покататься на электросамокатах в субботний день или использовать его по пути на работу. Средства передвижения становятся все доступнее, но вот вместе с ростом популярности не увеличивается уровень безопасности. К тому же большинство инцидентов происходит там, где правила дорожного движения могут не работать. Тему продолжит мой коллега Алексей Макеев. Невероятно, но факт. Понятия электросамокат в законе нет, но пунктов проката и владельцев такой техники все больше. И ладно, если это спокойная поездка по набережной, но все чаще скорости развиваются и близ шумных дорог, и вдоль проспектов со множеством перекрестков. Статистика пока не кричащая, но за каждой цифрой так или иначе от человеческой жизни. За весенне-летний период 2021 года на территории города Архангельска было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых один человек получил телесные повреждения. Еще пяти участникам происшествий была оказана разовая медицинская помощь. Есть и главная новость этого года. В марте Верховный суд России признал законным положение правил дорожного движения, которые позволяют отнести электросамокаты к транспортным средствам. Ведь мощность некоторых равна той же, что у мотоцикла. А это значит, что на владельцев электросамокатов распространяются все требования, что прописаны в правилах дорожного движения. Водители должны на этих электросамокатах двигаться по правому краю проезжей части, быть в застегнутом мотошлеме. Ну и также эти водители обязательно должны выполнять требования, которые выполнять должны и водители другого иного транспорта. Это соблюдать требования сигналов светофора, разметки, проезда перекрестков, ну и другие. Но источником повышенной опасности электросамокат становится еще и потому, что управляют им в большинстве несовершеннолетние. А они априори не должны быть участниками движения без присмотра взрослых. Прежде чем покупать такие дорогие и достаточно опасные игрушки своим детям, в первую очередь надо выяснить, где и как будет кататься ребенок. Ну и не оставлять без контроля передвижение детей на электросамокатах, потому что действительно очень большая опасность будет и для ребенка, и для тех, кто его окружает, если произойдет дорожное транспортное происшествие. К слову, Федеральный Минпромторг намерен добиться, чтобы все ввозимые в страну средства индивидуальной мобильности имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км в час. Планируется, что эти транспортные средства будут иметь функцию автоматического замедления в парках и систему спутникового слежения. Сейчас данные ограничения используются только операторами пунктов краткосрочной аренды электросамокатов. Алексей Макеев, Валерия Державина, Евгений Зыков, Регион 29. Сегодняшний жаркий день особенно подходит для того, чтобы познакомиться с историей фермеров из Красноборского района. На своих плантациях они выращивают садовую землянику. Да так хорошо, что в день удается собирать по 100 кг. Правда, как и всем, семейному делу пришлось столкнуться с вопросами замещения импорта. Мой коллега Артемий Заварзин расскажет все детали. Утро в этой семье уже давно не начинается с кофе. Поскорее открывают двери теплицы, где на стол уже просится ароматная и сочная ягода. 100 кг садовой земляники в день – норма для фермеров анонинах. Семилетний Платон – главный помощник для мамы и папы. Я конкретно собираю самые красные ягоды. И такой распорядок с начала мая, тогда снимают первые ягоды, и вплоть до октября. Молодые фермеры приехали в Красноборский район из Архангельска 6 лет назад. Тогда на месте теплиц было болото и заросли кустарника. Теперь душа и руки заняты ежедневно как сбором урожая, так и всем, что помогает ягоде расти и крепнуть. Выходных сейчас нет. Выходные будут зимой. А сейчас это постоянно. Сегодня воскресенье, но мы все равно пойдем чистить грядки. Сейчас пойдем чистить усы. Если не убирать усы, сорняки – это мелкая ягода, горох. И это усталость кустов. Усталости от трудоемкой работы помог избежать выигранный грант областного министерства ПК и торговли. Средства вложили в создание ягодных плантаций, приобрели оборудование и сельхозтехнику, закупили саженцы нескольких сортов. Итог – 38 теплиц и 25 тысяч кустов земляники. Но фермеры не останавливаются. Чтобы обеспечить сладкой ягодой всех, они увеличат плантации еще на полгектара, чтобы обустроить уличные грядки. Уже в следующем году любой желающий сможет приехать со своим ведерком, лукошком, насобирать сколько ему захочется. Со спросом из теплиц мы катастрофически не справляемся собирать для всех. Все кусты земляники – высокосортный посадочный материал из европейского питомника. Их поставки шли стабильно, пока не грянули санкции. Теперь молодые фермеры разрабатывают план импортозамещения. Мы сейчас начинаем строительство своего маточного центра, где будем выращивать до 50 тысяч кустов качественного посадочного материала. Вот у нас здесь уже начинается сейчас стройка. Надеемся, что больше от европейских поставщиков мы зависеть не будем. В прошлом году со своей плантацией семья Аннайниных собрала больше тонны ягод, а в следующем году фермеры начнут продажу высокосортных саженцев – земляники. Артемий Заварзин, Елена Архарова, Регион 29. Более 22 тысяч километров гастрольных дорог. В Северном русском народном хоре подвели итоги творческого сезона. Выступление коллектива увидели около 5 тысяч жителей Архангельской области. С культурой русского севера познакомились и жители других регионов. Вологда, Саранска, Самары, Казани, Великого Новгорода, Петрозаводска и Москвы. Большими концертами отметили 70-летие Оркестра русских народных инструментов, а также десятилетие Малого Северного хора. А новый творческий сезон «Прославленный коллектив» начнет в сентябре с первого показа на большой сцене концертной программы «Песенное сияние Белого моря», посвященной 85-летию Архангельской области. На Валдае прошла 13-я Всероссийская выставка охотничьих собак. Участие там принимала и большая делегация нашего региона. Во время одной из тренировок на Краснофлотском острове мы расспросили северян о впечатлениях и результатах, а главное, что это даст для дальнейшего развития. Ко мне. Сидеть. Сидеть, молодец. Друг Ольги Мельниковой, пёс по кличке Льюис Флинт, яркий представитель класса отечественных подружейных охотничьих собак. Ему всего пять лет, но в копилке немалое число успехов. Очередного удалось добиться на Всероссийской выставке охотничьих собак. Он получил достаточно высокую оценку. Конкуренция была, ну, большая, я бы сказала, было там с чем сравнить. Очень в ринге кобелей. Он был одиннадцатый у меня. Ну, что тоже неплохо из такого количества собак. А вот еще два участника Всероссийской выставки охотничьих собак. Две девочки породы шотландский сеттер. Таких красавиц обойти взглядом трудно. За свой изящный экстерьер Элли и Бруня получили самые высокие баллы. Но и тут, говорят участники, есть свои оценочные нюансы. Мы понимали, что высоких мест мы не займем, только лишь потому, что у собаки, чтобы стать чемпионом выставки, нужно иметь классных потомков. Кто такой классный потомок? Это собака, которая имеет полевые дипломы, она натаскана. К сожалению, наша Бруня не имеет еще диплома полевого. Для нее натаска только началась еще. Поэтому у Элли при высоких баллах у нее дипломы второй степени имеются. Но нет полевых потомков, поэтому мы не смогли занять высокого места. Что, впрочем, не помешало северянам добиться своего личного рекорда. На 30-й Всероссийской выставке 4 из 11 поморских четвероногих были первыми в ринге. Мы первый раз были на таком большом мероприятии, посмотрели, как все происходило. Посмотрели, что перспектива наших собак есть. Ну и, соответственно, нужно просто с собаками поработать, чтобы, так сказать, занять призовые места в следующий раз на выставке. В августе охотники и рыболовы по морю планируют организовать областную выставку собак. Дарья Евграфова, Александр Богданович, Итлана Михеевская, Регион 29. На этом пока все, но я не прощаюсь. Итоги подведем в 19 ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова